Второй том книги «Открытым оком», вопрос номер 736. «Облокачиваться на стол нельзя только во время еды или вообще?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, 41 глава, 24 стих. «Стыдитесь сего и пред истинною Бога и завета Его, стыдись и облокачивания на стол, обмана при займе и отдаче. У нас это правило касается только времени еды. Относительно того, как вести себя за едой, говорят несколько святых отцов. Так Василий Великий говорит, всякое животное наклоняется к пище, и только человек подносит ее к себе. У нас это отображено таким правилом. К тарелке не наклоняться, чтобы лицо не заходило за перпендикуляр края стола, сидеть прямо не сутулиться. В левой руке обязательно во время еды должен быть кусок хлеба, на который ставится ложка правой рукой. Дети к этому привыкают очень быстро, и нам как-то странно смотреть, когда приезжающие к нам взрослые люди, даже священники, сваливаются над чашкой, ложатся на стол, как в ресторане делают пьяные безбожники. Посмотрите на картины Поленова, фильм «Тихий дон», когда из одной чашки ела вся семья, сидели чинно, прямо. Мы здесь ничего нового не придумываем. Такой порядок поведения за столом я усвоил от своих родителей и прародителей. Это резко не похоже на то, как ведут себя неверующие за столом. На стол разрешается положить только кисти рук и не далее того. Ян Амос Каменский, называемый отцом мировой педагогики, говорит о том, что за столом себя нужно вести, как перед алтарем. Во время еды не разговаривать. Об этом мы читаем в житии святого Нифонта. Однажды он видел, как обедают трое нищих, а им прислуживают три светлых юноши. Удивление его было разрешено ответом посланного к нему ангела. Когда люди едят с молитвой, молчанием и благоговением к пище, с благодарностью к Богу, то ангелы прислуживают таким. А если же едят со смехом и кощунами, то демоны всевают различные хулы и болезни. Поэтому у нас в лагере за столом принято правило есть в полном молчании. А если кто в чем нуждается, то поднимает вверх пальцы. Один, два, три. Такое и получит блюдо. Руки во время обеда должны быть закрыты до кистей. Будь то гости или приехавшие родители. Не во время обеда можно облокачиваться и ложиться головой на стол, отдыхая. Продолжение следует...